Католический кафедральный собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии был основан в самом начале прошлого века. Два тогда существовавших в Москве храма всех католиков уже не вмещали, строили до 1911 года. В декабре осветили, потом до 1917 отделывали интерьер. Службы велись до лета 1938 года. Большевики на волне гонения религии собор разграбили. Его настоятель был расстрелян. Здание пострадало при бомбежках Великой Отечественной войны. Уничтожило несколько башен. После войны еще и шпиль снесли, слишком выделялся. Привет, меня зовут Тамара, это программа Country Scanner и со мной Денис. Мы находимся в одном из крупнейших католических храмов России. Это храм непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Он выполнен по всем традициям католицизма. Соблюдены все обычаи. И Денис, продолжай дальше. А я немножко вам про, так сказать, как все строилось. И маленький нюанс. На самом деле есть тонкость, что не все. Трибил до деталей тонкости. Стили соблюдены. Во внешнем убранстве нет главной статуи. Вам потом расскажут, почему их нет. Это был запрет властями. И сентября нельзя просто храм выполнен в стиле готика или нео-готика, как ее называли. Которая завоевала в 18 веке свое основное место и положение. Остроконечные фигуры. Все направлены ввысь. Все верно, да. И поэтому, когда смотришь, он становится еще выше, выше, выше. Величественный. Все верно. И дальше, как все круто внутри. Какие новые решения архитекторы нашли. Мы вам покажем, когда зайдем внутрь. Кстати, я хочу добавить, что храм построен из обожженного кирпича. Абсолютно весь. Могу тебе немножко рассказать про историю. И как этот вообще храм здесь очутился. Инициатором была польская диаспора, которая в тысячи конце. 1800 в последних годах насчитывала порядка 30 тысяч поляков. И они попросили властей выделить им территорию. Желательно в центре Москвы. Желательно рядом с Позорусским вокзалом, до которого отсюда совсем недалеко. И был укуплен большой кусок земли. Им предоставлена возможность строить строительство этого храма. И, собственно, это все началось ровно в 1900 году. Интересно. А почему именно с Белорусским вокзалом рядом? Потому что это была самая ближайшая железная дорога. И, конечно, тогда он не был белорусским, только в конце уже. Ты многое знаешь про тебе имена. Не суть важно, каких годов он был назван белорусским. Так вот, собственно, в неоготике, который он был построен, мы об этом уже немножко рассказали. Внутри мы обязательно покажем и сами, собственно, увидим, как из этих арок, если все это красиво состоит. И благодаря этому новому введению строительства они смогли расширить площадь строительства и увеличить высоту. Территория собора очень огромная и, конечно, добавляет здесь колорит и скульптуру Иисуса в окружении опекаемых им овец. Дети очень любят это место, любят фотографироваться, залезать на этих овечек, как и обычно в детских садиках и на детских площадках. Но с недавних пор это место запрещено входить, поэтому можно только лишь любоваться красотой этой достопримечательности. Собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии проектировал архитектор Фома Осипович Богданович Дворжецкий. Поляк по происхождению, родившийся в Витебске, он был академиком Российской императорской академии художеств. Преподавал в училище живописи, вояния и зодчества. Учил в том числе будущего видного архитектора Константина Мельникова. Фома Богданович Дворжецкий. Вот такое вот интересное имя и фамилия у товарища, который польский архитектор, которого позвали сюда для строительства всего сооружения. До этого он уже строил храм, это был не первый, соответственно, конечно же, опыт. А ты знаешь, что характерным элементом неоготики являются опорные столбы, на которых, собственно, здесь все движется? Да, и знаешь, что самое интересное, это было прорывом в определенный момент, когда это взяли из узодчих мастеров прошлого, возможно, у римских, и гораздо лучше из-за этого начало распределяться давление с водокрыши. Поэтому можно было делать ее гораздо выше крыши. Да, благодаря этому. Вот так вот. Я тоже знаю. Было единственное, значит, еще какой нюанс. Когда получили разрешение на строительство этого храма, было обязательным требованием от властей, собственно, к архитектору, строить храм так, чтобы никаким образом это не взволновало души православных. И поэтому как раз во внешнем убранстве нет никаких статуй, которые обязательно подчеркивали стиль готический. И более сдержанно, в сдержанном виде все это сделано, выполнено, было. Ну, вот, в общем-то, примерно так. В интерьере боковые нефы содержат исповедальни, конфессионалы, средний, два ряда скамеек. Примечательны стрельчатые проемы окон, украшенные цветными витражами. Ниже находятся барельефы, отображающие крестный путь Спасителя. Открытый по католическим правилам алтарь выглядит очень внушительно за счет массивного распятия, осеняющего буквально всех находящихся в просторном зале. Собор непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии обладает самым большим в России органом. Из наружного оформления следует упомянуть скульптурную группу «Христос с овцами», которых дети норовят использовать для катания. А ты знаешь, что храм таким красивым был не всегда? Да. Он был гораздо хуже, чем есть сейчас. В 1900 году, когда его построили, в 1911 прошла первая панихид, а потом наступила революция. И все это дело, естественно, начало разрешаться, становиться хуже, грустнее и печальнее. В итоге его перестроили. Здесь было не так пусто, красиво, а было четыре этажа, которые были разделены на некие секции. На первом этаже был такой тип административного блока, на втором этаже разливали алкоголь. Это обязательно нужно было делать, репрессивные времена были. Надо всем было совместно поправлять здоровье, потому что было грустно, печально. На, получается, в третьем этаже собирали мебель, а на четвертом, и, собственно, на последнем этаже, вот там, где пробивается свет у нас, да, живой, там продавали люстры. И так печально было много лет, практически, там, сорок, в тридцать восьмом году вообще здание отошло в госнужды, в гостребования, и, собственно, вернуть его смогли себе поляки, обратного владения, только в девяносто третьем, если не ошибаюсь, году. И начали быстро восстанавливать все это дело, перестраивать в обратно. И вот сейчас тот вид, в котором мы находимся, и как все это дело видим, он достаточно современный. До этого, в начале, когда было строительство, было, конечно, совсем все по-другому. И этот современный вид ближе к середине, собственно, XX века. Это канон, и вот так вот современненько, красивенько стало все после его перестройки. Проект храма базировался на традиции христианской архитектуры. В основе здания – крестовая форма базилики из трех нефов. Образцами служили соборы Вестминстерского аббатства и Милана. Входной портал собора непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии состоит из двух групп по три колонны. Эдику. Они объединены аркой Вимперга – острым щипцом над главным входом, с тимпаном, декорированным крестоцветным готическим орнаментом. Вензель из четырех заглавных букв обозначает латинское название собора. За аркадой слева находится звонница на пять колоколов. Управление электронное осуществляется изнутри здания. Колоритная статуя Матери Терезии, выполненная в модернистической манере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова